В Казахстане в этом году количество иностранной рабочей силы сократилось в три раза. В карантинный период пределы нашей республики покинули более 60% трудовых мигрантов. Ситуация негативно повлияла на отрасли, которым и до пандемии не хватало рабочих рук. К примеру, на строительный сектор. Обо всем подробнее расскажет наш экономический обозреватель Сабина Балашкина. Этим утром она с нами. Да, раз там вот так и появляются проблемы с неосвоением бюджетных средств, а также с создачей строительных объектов с нарушением всех обещанных сроков. Помимо строительной отрасли, дефицит рабочих рук продолжает ощущаться на предприятиях сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Именно этим секторам в сегодняшних реалиях не хватает специалистов рабочих профессий. Объявление о срочном наборе грузчиков и работников в кирпичные и мебельные цеха, заводы по производству брусчатки среди местного населения особым спросом не пользуются. Некоторые заводы и хозяйства простаивают, а потом и вовсе закрываются. Неоднократно было предложено обучать казахстанцев востребованным специальностям, но желающих от этого больше не стало. Поэтому в Ассоциации строителей Казахстана просят увеличить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Аналогичного мнения придерживается председатель региональной палаты предпринимателей Атамикен-Октюбинской области Асхат Айджанов. По его словам, объемы работ по благоустройству города и строительству дорог сейчас увеличились в разы, а выполнять их некому. По сообщению Министерства труда, сейчас в Казахстане работают более 16 тысяч иностранцев. В основном это граждане Украины, Таиланда и Узбекистана. Из-за долгого простоя казахстанским кинотеатрам предоставили налоговые льготы до конца года. Их освобождают от индивидуального и социального подоходных налогов, а также от обязательных пенсионных выплат и социального мест страхования. Такая поддержка со стороны государства будет ощутима, но этого недостаточно, говорят в ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана. Их представители уже обращались в нацпалату Атамикен с просьбой инициировать перед правительством предложение освободить их от уплаты НДС, поскольку это самый большой и реальный взнос. Такая мера могла бы помочь индустрии хоть как-то избежать краха. На 20% подорожали в Казахстане эквадорские розы. Нужно отметить, что этот вид занимает треть казахстанского цветочного рынка. Причины нам пояснили бизнесмены. По словам основателя сети цветочных магазинов Азата Касымгалиева, после открытия некоторых границ закупочная цена на импортные цветы резко подскочила. На удорожание повлияло укрепление доллара и ситуация не только в Эквадоре, но также в Колумбии и Нидерландах. Многие хозяйства в период карантина не знали, куда девать выращенные цветы и вынужденно их уничтожали. Соответственно, новая срезка растений стала стоить дороже. Основная часть отечественных цветочных компаний работают с импортным товаром. В целом, после перебоев с поставками из-за рубежа, некоторые предприниматели нашли выход из ситуации и начали покупать цветы казахстанского производства. Выжать им также помогла онлайн-продажа. Бизнесмены отмечают, из-за введенных ограничений заказов стало меньше примерно в три раза. В целом, если говорить о цветочных магазинах Казахстана, работающих офлайн, то, по оценке экспертов, их число сократилось на 15%. Этот тренд затронул в основном торговые точки на периферии. Далее в эфире рубрика «Карта цен» расскажу, сколько стоит самый продаваемый в Казахстане цветок – однометровая роза. Самые недорогие розы за 600 тенге продают в Шымкенте. Выше цены в Актау – это 600-900 тенге. За тысячу цветок можно приобрести в Петропавловске. Аналогичные цены в Алматы. Сразу в трех городах – в Кустаная, Усть-Каменогорске и Актубе – одну розу реализуют за 1200. В Нур-Султане популярный цветок стоит 1300. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов. Курс доллара составил 427 тенге 88 тенов, евро 501.70, рубль 5.49. На этом у меня все, Арестан. Возвращай эфир. Сабина, я считаю, что предприниматели поступили неправильно. Но я имею в виду те, кто выбрасывали цветы, ну, куда попало. Я считаю, их надо было дарить. Просто так, бесплатно. Спасибо, Сабина Балашкина была с деловыми новостями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!